МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ром, как ты считаешь, вообще вот наша отечественная киноиндустрия может конкурировать с голливудской продукцией? Несмотря на то, что у нас, я не знаю, важнейшим для нас является кино. Это сказано давным-давно. А у меня вопрос, а зачем конкурировать с Голливудом? Я никогда не понимал этой формулировки конкурировать с Голливудом. Потому что это разный товар, грубо говоря, предлагается теми... Ну, хорошо, но покупают-то, покупают-то тогда, уж говорят твоим языком, покупают-то голливудское, в общем-то, нечтиво, а теперь смотри-вы. Смотри-вы, да. Голливудское смотри-вы. Да, причем, в общем-то, ну, не знаю... Мне кажется, это просто разные сегменты рынка. Им не надо конкурировать, пусть они сосуществуют и развиваются. Потому что те, кто ходят на, там, например, я не знаю, на трансформеров, на наше кино не пойдут. Ну что же, время начинать программу. Об этом и не только мы сегодня будем говорить с гостями нашей студии. Творческая группа фильма «Территория» в составе трех человек сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Я представлю наших гостей. Это Александр Мельник, режиссер фильма. Антон Мельник, не удивляйтесь, что фамилия... Это семейный подряд. Да, фамилия, однако, это продюсер фильма и... И не Мельник. И не Мельник, да. То есть это не сын, это не сын. Киноактер Константин Балахиев. Здравствуйте. И пригласили мы вас, собственно, по случаю всероссийской премьеры вашего нового фильма «Территория». Который так движется по стране. До нас была большая премьера в Москве в самом главном зале в Кремле. До этого был Мурманск. И сегодня это предпоказ в Нижнем Новгороде. Кстати, как публика вас встретила в Мурманске? Про Кремлю мы еще поговорим. А вот в Мурманске как вас встретили? Тепло. Ну, то есть хорошо встретила нас. Погода была замечательная. Это все не о фильме разговора. Не уходи, не водите разговоры. Мы вышли на берег моря, посмотрели, вспомнили, что мы в Заполярье, показали в кино. Публика встретила очень хорошо. То есть, ну, были замечательные какие-то отклики, отзывы. Фильм заставляет людей задуматься. Да, как-то вот странно для меня это. Но то есть люди, прежде чем сказать что-то после фильма, они просят паузу какую-то там выдержать и сказать. Ну, наверное, не потому, что он так не понравился, а может быть по-другому. А давайте поговорим о том, все-таки, где и с чьей помощью, в том числе и с финансовой помощью, снимался этот фильм. Потому что есть, ну, скажем так, некие вопросы. Премьера фильма состоится в Кремле, уже вы об этом сказали. Да, спонсоры федеральные ведомства. Сценарий написан по одному суперпопулярному роману Олега Куваева. Просьба не путать с тем Куваевом, да, который автор Масяни, это совсем другой Куваев. Ну, как-то это не напрягает, понимаете. В общем-то, вот хотелось бы узнать все-таки, как вы втерлись в эту кремлевскую кампанию? Что нынче вызывает вопросы? Эта кампания втерлась к нам, да, потому что вначале у режиссера появилась идея гранизировать роман, который он с 70-х годов для него является одним из главных литературных произведений, наверное, да. Жизни и так далее, да. И дальше в 2010 году мы постепенно-постепенно-постепенно начали этот проект реализовывать. Появился один партнер, поехали в Магадан на выбор мест для съемок, потом партнер ушел, мы остались одни искать следующих партнеров, поехали на плато Патарана, на Чукотку, смотрели места и в итоге остановились. Как раз вот был вопрос о том, где снимался. Снимался в Красноярском крае. На северах, как говорят вообще. На северах, да. На северах, да? На Заполярье. А вторая часть снималась на Чукотке рядом с Аляской, на Тихом океане. Вот. Места сложные, трудные, как вы сказали. А почему вот федеральные ведомства как-то заинтересовались и вложились в это? Что, собственно, там их привлекло в вашем фильме? Фильм-то художественный? Вот Олег Куваев, не тот, который, да? Да, тот, который Мосянин, да. А тот, который, да. Он открывает, и его роман открывает очень многие двери и сердца, потому что сердца были открыты давно, в 70-х годах, когда люди впервые читали этот роман. Многие люди из тех, кто руководит большими ведомствами, корпорациями, компаниями и так далее, они помнят, как читали этот роман их родители, как читали они, как они с ним знакомились, говорят, Куваев, территория, да неужели? Ну, это такой культовый просто был роман, да? Да, это был культовый роман всех людей, которые в той или иной степени были связаны с поиском, я бы так сказал, свободы, значит, пространства, территории. Не только геологов, не только людей, которые связаны с профессиями, позволяющими путешествовать, но просто с теми людьми, у которых душа и дух путешествовали всегда по стране, отыскивая какие-то для себя занятия, очень такие красивые занятия. Мужские, настоящие, честные занятия. Да, посмотреть надо ролик, надо посмотреть тренинг фильмы, потому что мы говорим о фильме, а надо зрителям нашим показать, о чем, собственно говоря, речь. Самый яркий момент из почти трехчасового полотна в ролике этого фильма. Ролик тоже очень хороший. Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех, связанных с золотом, территории... Ваше ли это золото? Это золото государства. С прибытием в партию, начальник! Вы, Баклаков, я? Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на 15-20? Залетинок-то нет. Очудиться мне должны быть залетинки в этих комнатах. Вы докладываете о результатах. Каких результатов? Здравствуй, женщина. Куся. Твой долг быть очень хорошим человеком. Потому что большинство жить по мечте, трусит. Что тебе надо? Территорию. Я вам не отдам. Если ваши люди погибли, я вас отдам под суд. Золотая территория есть, я это знаю. Еще знаю, что мы найдем его. Итак, мы продолжаем. Это программа Арс Лонга. Только что мы посмотрели ролик фильма «Территория». У меня вопрос к продюсеру фильма, к Антону Мельнику. Вот мы говорили о конкуренции с Голливудом. Но вообще, когда вы снимаете фильмы, когда вы делаете эти фильмы, вы ставите себе такую задачку? Есть это среди задач? Конкурировать с Голливудом. И, кстати, в чем эта конкуренция у вас проявляется, в частности? Задача состоит в том, чтобы количество зрителей, большое, пришло в наши кинотеатры. Понятно, что в наших кинотеатрах идет сегодня огромное количество фильмов. Сотни фильмов выходят ежегодно. Причем совершенно другого содержания. 50 оттенков серого. Разное содержание. Это совсем не территория. В основном, конечно, Голливудского. Потому что 18% – это доля российского кино. Но из 82 оставшихся, наверное, 80 – это Голливуд. Ну, Голливуд и независимые американские и британские студии. Сложно. Потому что кинотеатрам каждую неделю приходят 7 новых картин, которые им надо ставить на экраны. Экранов не хватает. Поэтому у тебя остается очень небольшое пространство для того, чтобы построить сарафан. То есть ты сегодня должен все выстроить для того, чтобы в первый четверг проката к тебе пришло огромное количество зрителей. Только тогда кинотеатры тебя на следующий день не выкинут из репертуарной сетки. Это же деньги огромные, рекламные, должны быть вложены. Должны быть вложены огромные рекламные деньги, которые Голливуд вкладывает. Поэтому мы, российские кинетографисты, не обладая огромными рекламными деньгами, стараемся использовать все, что возможно. Выстраиваемся на фармах. Остальные. Партизанские. То есть идет такая партизанская война с Голливудом. По сути, говоря, на территории России. Вот она, собственно, конкуренция. Ну смотрите, Антон. Секундочку, я просто хотела бы сказать все-таки о заслугах, которые уже есть у нашего уважаемого молодого человека. Да, это номинация на Оскар за Монгола. То есть вы там были, выступали в этой работе в качестве... Продюсера. У нас было трое продюсеров. Сергей Селин в компании СТВ. Андреевский флаг и я. И Сергей Водров тоже был продюсером. Вот ведь сейчас в кино, если говорить о кино как о бизнесе, туда же в основном ходят люди очень молодые. Очень молодые. Ну, как правило. И тенденция такая, что голливудские блокбастеры, они как правило рассчитаны на людей до 20 лет и даже младше. Ваш фильм на кого рассчитан? Ну, во-первых, я бы сказал, что как минимум есть два пласта аудитории сегодня, постоянно кинотеатральные. Один пласт – это очень молодые, второй пласт – это родители с детьми. Потому что сегодня вся голливудская анимация и российская анимация собирают очень хорошие деньги. То есть как минимум 30-летние, 35-летние люди со своими 5-7-10-летними детьми ходят в кино тоже. По крайней мере, это означает, что для них кинотеатр – это не чужое место. Они знают, где он, как он, они привыкли к этому типу развлечений. Соответственно, то есть мы получаем уже, что 30-35-летние люди обладают привычкой киносмотрения. И наша картина, которая, опять же, если мы говорим о целевой аудитории, понятно, что мы хотим, чтобы пришли все, но всегда нужно выбрать ядро, в которое бить и на которое надеяться. Мы понимаем, что люди, которым сегодня по 30, это уже аудитория, которая способна воспринимать не чистое интертеймент и не чистое развлечение. При этом эта аудитория абсолютно обладает привычкой киносмотрения, она ходит в кинотеатры, поэтому мы готовы с ней состыковаться. То есть, наверное, на них мы в первую очередь рассчитываем. Ну, смотрите, о чем вы говорите? Кто ваши герои? Геологи, мушатные бородатые мужики, полярники. Вот один из них у нас... Да, полярники и так далее. Это настолько идет вразрез с тем, что, в общем-то, сейчас вы говорите о привычке киносмотрения, но привычка киносмотрения на, ну, скажем так, героев, чиновников, взяточников, бандиты. Это кто у нас? Ну, то есть, в чем популярность этого героя? Вот сегодня, да? Советский Союз Харламов, да, который неизвестен уже 30-летним, да, по крайней мере? Отзыв хочу прочесть на роман «Территория», значит, поскольку я думаю, что очень многие не слышали о нем, конечно же, и не читали его уж тем более. Значит, отзыв современного читателя. Масштаб людей, действующих на территории Куваева, по сравнению с ними, нынешние романные герои и, в общем-то, киношные тоже успешные, вот все романные герои и киношные герои успешных писателей или, там, скажем, режиссеров, это мелкие золотушные почконы, понимаете? То есть, чтобы, оказывается, у людей совершенно другого уровня и просто, ну, скажем так, из другого мира как бы. Мы ушли в рассуждение по поводу того, как нам противостоять Голливуду, ну, условно говоря, да, меня, как режиссера, эта проблема интересует меньше всего. Ну, режиссер эгоист, в первую очередь, наверное, да? Ну, конечно. Да, с продюсером ему деньги возвращать, ему собирать их и так далее, да? А меня же интересовало только одно. Мне хотелось рассказать историю, рассказать так, чтобы она была интересна, ну, начнем с того, что мне самому, потом тем, кто в этой истории участвовал и работал, актерам нашим, да, которые были, тем людям, которые вокруг нас есть, тем, кто, и так далее. Круги расширяются и расширяются. Мы сейчас видим, что фильм принимают люди самых разных поколений, да? То есть, если Антон говорит о том, что вот родители вводят детей, то здесь у нас дети могут вводить родителей в кино. То есть, дети, которым 25 и 30, они спокойно могут привезти в кино своих родителей, деда с бабушкой. Потому что люди младшего поколения, люди старшего поколения почти одинаково воспринимают кино, как некоторую заявку на то, что у нас есть фундаментальные вещи в нашей истории, которые нельзя выбросить на свалку, на помойку, без которых мы цивилизационно не состоятельны, да? И эти вещи приятны каждому человеку, который с ними соприкасается. То, что вот является семейным альбомом, семейным архивом. Ты в какой-то момент времени можешь убежать из дома, да, там, покурить, получить плюху от родителей. Потом вернешься, а через год-два-три ты вдруг откроешь этот альбом семейный, и ты будешь гордиться тем, что ты являешься соучастником вот этого дела, большого дела, которое называется «Семья». Мы рассказали семейную историю, но это история всего народа, всей нашей вот страны, огромного пространства, огромной цивилизации, которая может быть уникальная исключительно даже для всего мира. Ну, может быть, поэтому у меня после просмотра ролика возникло ощущение, что фильм, ну, по масштабам и по съемкам, и по истории напоминает Сибириаду Кончаловского. Хотя там, мне кажется, более бытовое. Ну, там, да, там более широкая история по времени охвачена. Да, там, конечно, это сага, если говорить о них, да? А мы сочинили гимн, то есть я бы так сказал, короткий, звучный, хороший, красивый, когда хочется в конце стоя дослушать его, сказал мне один из моих приятелей, старый кинематографист, он говорит, слушай, гимн, ну, не обязательно, чтобы слова были там исключительными, да, не Пушкин должен писать гимны, но важно, чтобы в душе просыпалось что-то такое очень важное, гордость за то, что ты соучастник и сопричастник вот своей страны, своего народа. Вот мне кажется, что мы это сделали, это получилось, и люди, которые выходят с просмотра, они, кто-то плачет почему-то, да? И это разные слезы. У кого-то слезы сожаления, у кого-то радости, у кого-то грусти какой-то невероятной, да? И все равно все это вот в одном замесе таком гордости. Давайте на этом прервемся, о патриотизме мы еще поговорим, но после небольшого рекламного блога, это программа Арс Лонга, реклама будет короткой, не переключайтесь. Это Арс Лонга, мы продолжаем, сейчас мы говорим о фильме «Территория», премьера которого полномасштабная, большая премьера будет 16 апреля на 800 экранах страны, как обещают прокатчики. А сегодня у нас в гостях режиссер фирмы Александр Мельник, продюсер Антон Мельник и актер, сыгравший одну из главных ролей, Константин Балакирев. И надо обязательно сказать о том, что там есть еще в этом фильме и нижегородские актеры, правильно? Да, расскажите о ваших нижегородских коллегах. Вы их при монтаже не вырезали, эти эпизоды, где они играют? Это Олег Шапков и Александр Сучков, в общем-то, имена которых хорошо знаете. Константин, с кем вы работали из нижегородских? Я работал с Олегом непосредственно, даже скажу больше того, мы по истории, мы с ним партнеры, собственно, мы работаем в паре, оба шурфовщики, он верхний, я нижний. Шурфовщик? Окей, гугл, кто такой шурфовщик? Я не буду вдаваться в технологии, это все очень сложно. Потом все узнаем. Здесь гораздо интереснее об отношениях, потому что, ну, вот вы говорили здесь о масштабах, да, которые полотно, по крайней мере, у вас о трейлере, да, или у кого-то может возникнуть от прочтения книги. У нас же была задача еще и показать тонкие вещи. И надо было все это дело сделать успеть, потому что есть масштаб, есть тонкие вещи, а есть время. Вот, и в частности, не знаю, у нас с Олегом так получилось, что у нас очень хорошо, мы как-то с ним сразу при первой встрече договорились, и мы начали общаться с ним, вот как бы в манере наших персонажей зовут... Один шурфовщик, другому шурфовщик. Да, да. Его персонажа зовут Седой, моего персонажа зовут Кефир. И вот Кефир и Седой, в принципе, существовали в соседних палатках, в лагере, в котором мы были на киноэкспедиции. Мы общались, обедали там, или просто идя на площадку, перед съемками или выходной день. То есть как бы вот набирали такую систему взаимоотношений. Олег сразу пошел на это с радостью. В общем, так достаточно весело было, интересно. Ну, такой немножко как старший брат, что ли, возник. Потому что я, по крайней мере, мне нужно было уцепиться за что-то, чтобы не только режиссера слушать, а еще проявить какие-то свои вещи, чтобы потом предлагать режиссеру. И, ну, как, Олег, а если вот это вот... Не надо, не надо. Слушай, я там не дотянул, как ты думаешь, может, еще сейчас вот... Да спроси у режиссера. Ну, то есть как-то некий такой катализатор. Потому что, ну, я не знаю, я ему сразу доверил. Ну, у вас было несколько тяжелых экспедиций достаточно, Константин. Актерам, наверное, не каждый день предлагают поехать сниматься на Чукотку и на север Красноярского края. Это... Факт. Насколько было жестко? Жестко? Я не знаю, я не успевал за этим следить. Очень важно было сделать роль. Как бы я был в процессе... Ну, холодно было, да? Это все работало на персонажа. Холодно, значит, ты руками будешь делать так. Холодно по-настоящему, да? А меня все-таки опять, как бы, конкуренция с Голливудом беспокоит. Вот вы работали с композиторами, которые в Голливуде тоже известны, да? Я имею в виду и музыку к трейлеру, который вы, в общем-то, скажем так, как-то особенно готовили, и композитор, который писал музыку для всего фильма. Вы не нашли у нас хороших композиторов? Не нашли. А Томас Кантеллинин, они с Антоном делали «Монгола», и Томас подошел очень серьезно и творчески. Он позвал нас в Будапешт на запись своего какого-то этого Геракла, блокбастера американского. Я посмотрел, как он работает, насколько он отдается, отдается. Он дирижирует оркестром сам. Он, ну, человек фанатично предан своему делу, работе. Когда я ему рассказал о том, что Мидиан показал какие-то сюжетные вещи, он сказал, что он сделает музыку. Он сделал хорошую музыку, очень хорошая, мне кажется, музыка у нас. Классная музыка. И он, ну, это самое. Вы снимали в новомодном формате 3D? Нет, мы снимали в суперновомодном формате 4К. Но это же тоже дорого очень. Подождите. Для чего? Для того, чтобы... Подождите, я объясню. Ну, да, это самое. Дело в том, что это первый фильм, который сделан в формате 4К, для того, чтобы можно было показывать на больших экранах его или на маленьких телевизионных экранах, которые сейчас все больше входят в моду. На телевизоре есть это HD-качество. Это супер HD-качество. А это супер Full HD. Ну да, да, да. То есть это дает возможность нам... Ультра HD. Почему у нас премьера в Кремле могла состояться вот этот 30-метровый экран? И на нем все говорят, что это было потрясающее зрелище. То есть это огромный экран, где все жило очень ярко, по-настоящему и так далее. На телевидении вообще можно будет увидеть в дальнейшем? Там в сериальном варианте, например. Нет, мы увидим, я думаю, в настоящем варианте, а сериальный там посмотрим, как это будет. Мы снимали на пленку, а дальше все объясняется. А много материалов осталось у вас? Неиспользованного? Вообще нет. Только вот нижегородские актеры, если. Да я шучу. Вы, пожалуйста, подмонтируйте вот эту программу. Только на этом условии мы с вами договорились о встрече. Только Шапкова немножечко побольше оставить. И Саша Сучкова, чтобы мы за них порадовались. В любом случае, мы желаем вам успеха. И даже если вы не ставите себе задачу конкурировать с Голливудом, так или иначе, эта задачка встает сама. И чтобы зритель оценил, конечно, ваш фильм. Я все-таки хочу закончить цитатой, которая имеет отношение прямую к роману, конечно же. Но я думаю, что фильм ваш ничуть не меньшее впечатление должен произвести на зрителя. Вот после просмотра должно сжаться сердце, и человек дома должен подумать безо всякой причины, что до сих пор жил не так, как надо. Шел на компромиссы, когда надо было проявить твердость характера в погоне за мелкими удобствами. И вдруг завтра он может умереть, а после него ничего не останется. Либо останется что-то на короткое время. Что вы что-то упустили. Вот какая мысль должна посетить людей, которые должны прийти, посмотреть, ну и, я не знаю, заразиться вот этим, все-таки этой романтикой, которую вы, так я понимаю... Да, с такой мыслью Голливуд не обгонишь. Я шучу. Такая мысль и будет, это безусловно, и так далее, так что... Ждем всех на большой премьере, которая уже скоро, в апреле, состоится. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас сегодня в гостях... Успехов вам, Сочи. ...был кинорежиссер Александр Мельник, продюсер Антон Мельник, и киноактер Константин Балакир. Это маленькая часть огромной творческой группы, которая трудилась над созданием фильма «Территория». Но мы двигаемся дальше. У нас сейчас наша постоянная рубрика «Чтение вслух». Игра в бисер Генриха Гессе и барон Мюнхаузен в исполнении Олега Янковского. Что между ними общего? Почему захотелось соединить два совершенно разных образа? Игра в бисер, да, с глаз перлен шпиль. Любимое занятие стетов, рыцарей высокого искусства, населяющих Касталию, духовную провинцию, придуманную Генрихом Гессе. Может показаться, что эта игра – пустое, выхолощенное перебирание музыкальных цитат, математических формул, поэтических метафор, ритмических конструкций, культурных кодов, знаков, как бы стеклянных бусинок на ниточке ассоциаций. Но ведь и сама книга Германа Гессе, придумавшего эту игру, представляет собой единственную в своем роде гениальную партию в бисер. Эта книга – цепь размышлений, свой с которой проходит судьба главного героя – Йозефа Кнехта, великого магистра игры в бисер. Эта книга при каждом новом прочтении открывает новую дверь. Ну, как и всякая большая книга. Вот почему я не устаю повторять – не кидайтесь, сломя голову за новинкой ради новизны, не уставайте обращаться к старым друзьям. В очередной раз, перечитывая «Игру в бисер» Германа Гесса, я обнаружил потрясающий текст, основу для медитации, то есть размышления на тему веселости. Разумеется, речь идет не о глумливом характере нашей филитонной эпохи, не о юморе, ради охоты, не о броне, ради подкола и прикола. Речь идет о веселости с большой буквы. Что же это такое в понимании Генриха Гесса и герою его главной книги Йозефа Кнехта, великого магистра «Игры в бисер». Веселость – это не баловство, не самодовольство. Она есть высшее знание и любовь. Она есть приятие всей действительности, бодрствование на краю всех пропастей и безд. Она есть доблесть святых и рыцарей. Она нерушима и с возрастом и приближением смерти лишь крепнет. Она есть тайна прекрасного, истинная суть всякого искусства. Поэт, который в танце своих стихов славит великолепие и ужас жизни. Музыкант, который заставляет их зазвучать. Вот сейчас это светоносец, умножающий радость и свет на земле, даже если он ведет нас к ним через слезы и мучительное напряжение. Поэт, чьи стихи нас восхищают, был, возможно, печальным изгоем, а музыкант – грустным мечтателем. Но и в этом случае его творение причастно к веселью богов и звезд. То, что нам дает, – это уже не его мрак, не его боль и страх. Это капля чистого света, вечной веселости. И когда целые народы и языки пытаются проникнуть в глубины мира своими мифами, космогониями, религиями, то и тогда самое последнее и самое высокое, чего они могут достичь, есть эта веселость. Помнишь древних индийцев? Когда-то наш вальцовский учитель прекрасно о них рассказывал. Народ страдания, раздумий, покаяния, аскетического образа жизни. Но последние великие обретения его духа были светлыми и веселыми. Веселы улыбки победителей мира и будд, веселы персонажи его глубоких мифологий. Те, кто бывал в Индии, в особенности на севере, в Гималаях, со мной согласятся. Самое поразительное в этом народе – его веселость. Улыбающиеся лица и радостно светящиеся глаза. Вот что поражает европейца. И не тогда, когда мы приезжаем в Индию или Непал, а когда возвращаемся домой и видим убийственный контраст. Но разве не этой же веселости требует от нас и христианская мораль, включившая уныние в список самых тяжких грехов? Когда я представляю себе лицо человека, на которого я бы хотел быть похожим, и который бы великолепно сыграл Йозефа Кнехта, я вспоминаю ни индийских йогов, ни улыбку Будды, а нашего Олега Янковского в тот момент, когда он говорит, глядя через объективки на камеры прямо в наши глаза, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Спасибо большое Юрию Немцову, что напоминает нам о книгах, которые... Мы читаем очень редко. Да, но которые при этом, вот, например, «Игра в бисер», совершенно точно входят в топ-стол книжек. Ну, это Гесса, понимаешь, это то... Вообще, мне нравится его выбор, и он не рассчитывает на дешевую популярность и как бы заставляет всех нас шевелить мозгами, это здорово. Йорочка, спасибо. А теперь афиша самых ярких культурных событий следующей недели. Еще одна неделя позади, впереди полное культурных событий, выходные и будни. Чем порадовать себя в эту весеннюю неделю? Гид по главным культурным событиям прямо сейчас. Карнавал городской суты с устрашающим гулом взлетающих самолетов. Терпкий микс аудиовизуальных специй и панорама жизни индийских улиц. В Синемопарк идет постановка Королевского национального театра «В тени вечной красоты». Интересна предыстория спектакля. Лауреат Пуллицеровской премии Кэтрин Бу провела три года в Индии, записывая все, что происходило в жизни местного населения. После чего Дэвид Хэя превратил книгу, получившую национальную книжную премию в разделе нон-фикшн, в страстную пьесу эпического масштаба. И ни слова больше, остальное на большом экране 14 апреля. С нами снова «Оскар». «Фьюти Шоттс», как и в прошлом году, представляет в «Орленке» подборку краткометражных фильмов фаворитов Американской киноакадемии в программах «Оскар Шоттс». Учитывая, что полный метр в этом году был представлен сильными фильмами, краткометражки просто не имеют права уступать своим товарищам. В программе девять замечательных анимационных картин, включая всех номинантов на главную кинопремию мира. В этом году ее победители, естественно. И еще немного кино. На этот раз в центре современного искусства «Арсенал». Формат нового киноклуба выбран не случайно. Встречи с режиссерами, кинокритиками. Сегодня зрителю уже недостаточно просто посмотреть фильм. Возникает потребность обсудить, а иногда и осудить. Поделиться впечатлениями и эмоциями от увиденного. 11 апреля – день, когда я не родилась. Завязка картины слегка интригует. Находясь в Буэнос-Айресе по пути в Чили, 30-летняя Мария с удивлением для себя узнает детскую мелодию. Она не понимает ни слова по-испански, но не сознавая, что поет, вспоминает слова песни. Незнакомый город становится вдруг родным, а в памяти всплывают лица настоящих родителей. Диалог о кино и не только с ярким режиссером-сценаристом Андреем Кончаловским 14 апреля на сцене филармонии. Первый учитель, романцы влюбленных, Сибириада, история о Секлячиной – вот лишь неполный список фильмов режиссера, которые вошли в Золотой фонд отечественного кинематографа. Разговор пойдет о культуре – элитарной и массовой, взаимоотношениях, человеческой силе и слабости, гранях бытия, так или иначе отраженных в искусстве. Это был лишь примерный план культурных событий на предстоящую неделю. Вам остается пустить самые яркие из них и набраться весеннего вдохновения. До встречи! Это была программа «Арт Слонга». Ищите нас на Фейсбуке, в Ютубе и в эфире телекомпании ННТВ. Увидимся. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова